Продолжается наш утренний эфир, и пока большинство жителей нашей страны отдыхают, журналистам в этот праздничный день предстоит скрестить топоры. Сегодня пройдет чемпионат по голокедром среди средств массовой информации. Какие новые конкурсы ждут участников, сейчас узнаем. У нас в гостях заместитель генерального директора Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения Сергей Нижник. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Сегодня день праздничный такой. Мы вас тоже поздравляем, журналисты приедут, будут в празднике этом участвовать. Не только конкурс, но и праздник, мне кажется, для многих. Давайте расскажем, что в этом году ждет участников. В этом году будет проходить третий чемпионат Беларуси по колокедров среди журналистов. В принципе, основные номера или соревнования остались прежние, но в этом году появилась изюминка. Добавились два конкурса, как для мужчин, так и для женщин. Для мужчин это будут конкурсы лучших первых десяти участников, которые по номинации колокодров заняли лучшие результаты. Им нужно будет расколоть десять колодок одним ударом. Ого, подряд! Подряд, на время. При этом будем смотреть нарушения всех техники безопасности, правильность владения топором. Ну, а самое интересное, наверное, это будет ждать наших девчонок. Новый конкурс. Нужно будет сковородкой чугунной при помощи деревянного клина. Также расколоть две колодки напополам. Вот это я понимаю испытания. Ты пробовала когда-нибудь колоть дрова? Мне кажется, не нужно даже начинать. Я вам хочу сказать, такие навыки получать женщинам опасно. При этом сковородка должна не быть сохранена, не поврежденной остаться. Видишь, как сложно. Сколько команд заявлено в этом году? Еще в прошлом году было 35 команд. В этом году также будет более 30 команд. 35, поэтому все сектора у нас уже готовы, поэтому примем всех желающих поучаствовать. Сколько дров заготовлено, самое интересное? Кубов? Ну, около 30 кубов, наверное, будет заготовлено вот этих колодок. Да, колодок, которые будут использоваться в каждом секторе для номинации номеров. А куда дрова потом отправятся? Ну, это как и в прошлом году. Колотая дрова мы отвозим пенсионерам, заслуженным людям, которые нету детей. Им сложно в зимний период заготовить эти дрова, поэтому мы доставляем транспортно-боровлянское спецлесхозо, доставляем таким людям эти дрова. Здорово. Давайте расскажем про награды, которые ждут участников. Ну, давайте пусть будет это сюрпризом, но я скажу, что награды будут достойные. Ой, такие топоры я в прошлый раз видел. Я аж позавидовал, что не участвовал. Хороший топор денег стоит. И самое главное, что награды будут не только участникам, но и зрителям, которые пришли поболеть за спортсменов. Будет 4 локации, где будут участвовать тоже семейные конкурсы, для детишек локации, поэтому будет очень весело, интересно. Ну, а помимо соревновательной части, чем еще порадовать участников чемпионата? Вот я говорю, что будут 4 локации именно для зрителей, которые будут участвовать. Также интересные конкурсы по перетяжке саней, потом собрать деревянные фигуры тоже на время. Это семейный конкурс. Ну и интересный будет конкурс, мы его назвали «На глазок». Это надо будет отпилить, ну, чурочку от бревна с заданным весом. Образно полтора килограмма. И кто ближе приблизится к этому весу, тот получит первое место. Ну, интересно. Все, конечно, в основных номинациях мечтают победить. Все-таки колка дров – такое мужское занятие, хотя и девушки участвуют. Сергей, напоследок расскажите нам главный секрет. Да вы вообще сами часто колите дрова? Ну, конечно. Мы работаем в лесном хозяйстве, поэтому приходится… Ну, к сожалению, не ежедневно, так как живем в городе, но приходится. Что самое главное? Все-таки сила или техника, как вам кажется? Ну, знаете, здесь, наверное, должно быть все сбалансировано. И если нету силы топором, сильно не повладеешь. Ну, и без техники можно нанести травму. Поэтому здесь надо быть физически подготовленным. Ну, и, конечно, использовать качественный инструмент для колки дров. Присоединиться к такому замечательному фестивалю, не побоюсь этого слова, может каждый у себя на участке, почему бы и нет, приехать бабушке и дедушке. Заказать дрова по колодях, мне кажется, хорошая идея. Может, даже не сегодня, но в любом случае, сейчас и погода нормальная еще. Можно поучаствовать. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Желаю всем участникам. Удачи и организаторам тоже. А у нас в гостях был заместитель генерального директора Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения Сергей Нижник. Хорошего дня. Спасибо.